Что такое храп? Какие причины храпа? Какие упражнения помогут избавиться от храпа? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно бороться с храпом. Конечно, каждый ощущал на себе неудобства, когда рядом храпят. Многие сами храпят, и из-за этого плохо спят и нервничают. Храпят во сне более 30% населения. Что такое храп? Храп возникает во сне. Это специфические звуки, возникающие при дыхании. Они обусловлены расслаблением мышц глотки и колебанием мягкого нёба. Иногда храп возникает вследствие появления затруднений при прохождении воздуха по дыхательным путям. Так, например, это бывает при насморке и обструктивном бронхите. От храпа страдают не только те, кто находится рядом, но и сам храпящий. Всплески храпа могут привести к остановке дыхания и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Какие причины храпа? Этот ночной аккомпанемент может возникать вследствие следующих причин. Анатомических особенностей ротоглотки, часто передаваемых по наследству. Избыточной массы тела при повышении количества подкожного жира происходит ослабление мышечного аппарата. Нарушение просвета глотки вследствие аллергического или воспалительного отека. Полипы в носу и в предаточных пазухах, а также на слизистой глотке и миндалинах. Опухоли с локализацией в лор-органах. Миостения вследствие неврологического заболевания или приема некоторых лекарств. Транквилизаторов, миорелаксантов, обезболивающих. Кратковременный сон, хроническое недосыпание. Алкогольное опьянение. Состояние после травмы головы и шеи, последствия травматического неврита. Проявление гипотиреоза. Какие упражнения помогут избавиться от храпа? Для того, чтобы избавиться от храпа, возможно применение следующих мероприятий. Ложиться спать и засыпать на боку, чтобы не западало мягкое небо. Постараться сбросить лишние килограммы. Не наедаться на ночь, исключить алкоголь и курение. Проводить терапию, направленную на купирование воспалительных проявлений в носоглотке. Обязательно высыпаться. Добиваться свободного дыхания через нос. Если указанные меры плохо помогают, то возможно использование специальных упражнений для укрепления мышц глотки. Постоянные тренировки помогут повысить тонус соответствующих мышц и не дадут им чрезмерно расслабляться во время сна. Вот несколько упражнений. Номер 1. Движение нижней челюстью при давлении на подбородок рукой, создавая сопротивление. Номер 2. С умеренным усилием давить на карандаш, который находится между зубами. Номер 3. Упражнение, имитирующее оживание, которое надо делать, полоткрыв рот. При этом следует двигать нижней челюстью в разные стороны, в том числе и совершая круговые движения. Номер 4. Имитация свиста. Делать надо на улице, пытаясь осуществить свист, как на вдохе, так и на выдохе. Номер 5. Давление языком на небо, область гортани и основание верхних зубов. Каждую часть упражнения надо делать в течение 10-15 секунд. Номер 6. Упражнение для языка. Язык следует высунуть как можно дальше вперед и продержать так в течение 15-20 секунд. Номер 7. Это упражнение следует делать дома, чтобы в открытый рот на улице не влетала пыль или муха. Надо как можно более широко открыть рот и подержать его в таком состоянии 10 секунд, потом плотно закрыть и сжать губы, также оставаясь в таком положении 10 секунд. Выполняя хотя бы какие-то упражнения для мышц глотки, можно постепенно добиться желаемого эффекта. По времени надо выделять на подобную гимнастику не менее 20 минут ежедневно. Для устранения такого неприятного явления, как храп, стоит уделить немного собственного времени, ведь тогда восстановится ночной покой и минует угрозы тяжелых осложнений. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!